Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с утра пост 10 ТВТ. Пост, который является первым в этом году и в цикле постов, относящийся к трауру по разрушению храма. И он удивительным образом всегда выпадает близко к шабату нашей недельной главы. Что говорил пророк Схария, если мы вспомним? Да так говорит Господь воинств. Пост 4-го месяца, 5-го, 7-го и 10-го сделается для Дома Иуды радостью великой и веселым торжеством и так далее. То есть, что нам говорится? Что сегодня это траур и пост, но в нем заложено что-то такое, что потом станет великой радостью. Наш месяц напоминает именно 4-й от Рашашина. А это значит, что основное в этот день, вот в этот пост, не только держать пост, не пить, не кушать, но и действовать в этот день иначе. Надо думать в этот день иначе. Надо, чтобы этот пост превратился в праздник, как говорил пророк. Праздник тем, что мы немножечко добавляем праздника духовности в этот мир. У нас серьезные духовные обязательства в этот день, а не просто отбыть его надо. Кроме того, вообще, обратите внимание, заканчивается книга Брешит. При публичном чтении в синагоге, когда доходят до последних слов очередной книги Торы, встают и громко произносят, что Хазак, Хазак, Вейт, Хазак. Объявляя, что надеются вернуться к этой книге Торы в следующем году. Мы верим, что нам будет подарен следующий год. Хазак это что? Крепкий. Фраза означает, что мы будем держаться за Тору, учить ее преодолевать трудности, ибо нельзя ей овладеть, не скрипив свое сердце, написали мудрецы. Также, кстати, об этом же Хазак, что Маше сказал своему ученику и премнику Иошу Абенну, когда передавал ему свое учение, что он сказал, Хазак, Вейт, держись и мужайся. Значит, это что-то главное. Держись и мужайся в любой ситуации. Те же слова Всевышний произносит тому же Иошу, когда вводит его в святую землю. Хазак, Вейт, держись и будь крепок. То есть, надо в том, чтобы соблюдать какие-то традиции, какую-то духовность. Надо быть крепким, не уклоняться от нее. И преуспеешь во всем, что будет, куда пойдешь, сказал Иошу. Здесь лежат ответы на вопросы нашего дня поста. Да и вообще на ситуацию в мире. Надо добавить. В этот день и дальше надо добавить. Добавить хотя бы что-нибудь. Несколько минут занятий. Добавить чуть-чуть время к молитве. Добавить немножко в духовном. И этим самым мы сделаем больше, чем нам самим кажется. Можно добавить хороших слов в лексиконе вместо плохих. Нам кажется, что это мелочь. А мудрецы говорят, что это великое деяние. Можно перестать обсуждать других. И мудрецы говорят, что это вообще подобно покорению Великой Горы. Мудрецы говорят, что осуждать кого-то, кстати, это высказывать недовольство по устройству мира. Мы недовольны тем, как Всевышний управляет созданной им системой. Ну и на это есть ответ. Вопросы уже ответили. Когда задан был вопрос. Бог говорит, а где ты был, когда я создавал небо и землю? То есть это означает просто, не нравится, создай свою землю, свою планету. Создай небо. А не можешь, тогда знаешь, что все, что создал тот, кто смог, оно в сто раз лучше нашего понимания и действительно к добру. Поэтому надо смотреть на мир более добрым взглядом, чем вчера. Не придираться к людям, не придираться к миру. Мудрецы говорят, что если ты будешь стараться видеть хорошее, мир повернется к тебе хорошей стороной. Обратите внимание на такую вещь. Обычно мы просто приходим к Всевышнему, чтобы пожаловаться на то, что у нас что-то не получается. Ну, такое впечатление, что там находится всемирная жалобная книга и у каждого, у кого есть претензии, недовольство к жизни, он приходит, складывает это туда, к Богу и рассказывает, что хочет, чтобы Творец ему дал. Почему никто не задумывается, почему тебе положено это? Часто мудрецы говорят, что мы просто повторяем, как собаки, дай, 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 значит не слышно, гав становится. Гав, 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 да. А что мы дадим этому миру? Поэтому важно хотя бы не портить. Смотреть на мир добрым взглядом, благодарным взглядом. Встал утром, радуйся и благодари. Если вода умыться, замечательно, радуйся. Вдумайся, сколько всего с просыпания до отхода ко сну Бог дарует тебе бесплатно, в огромном количестве, от воздуха до всего остального. Рассказываю короткую историю. Как-то раз, ну, такой еврейский пьяница в грязных лохмотьях постучал в дверь святого раби Исасова и протянул ручку, там, гимен мир, дайте мне. Царик дал ему достаточно приличное подаяние и нищий, радуясь, выскочил и сразу отправился в ближайший трактир, где купил водки и закусил ее пивом. Рядом стоящие хасиды говорят, рэбэ, ну разве можно давать такому? Ответил царик, я не выбираю, кто достоин, кто нет. Люди просят, я дал. И знаете, у кого я научился? У Всевышнего. Он тоже не занимается долгими расчетами, посылает все необходимое даже такому никчемному человеку, как я. Вот примерно так человек в идеале смотрит на мир. Вот так он не видит себя, это был великий человек, что уже нам говорить после раби Исасова. Поэтому сегодня пост, давайте вдумаемся в суть поста, не пропустим этот духовный день. И все будет хорошо. Брахавы от слаха, всего самого-самого лучшего.